Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Олег Александров, я руководитель проекта инновационных технологий компании Росельмаш. И сегодня в рамках своего выступления я бы хотел рассказать о новых разработках и инновационных технологиях, которые использует компания Росельмаш в своей работе. Ну и для начала несколько слов про нашу философию, про концепцию цифровизации Росельмаш. Она заключается в автономизации, и ключевым объектом автономизации является ферма. Проект так и называется «Автономная ферма». Мы используем целый ряд различных технологий для того, чтобы сделать ферму автономной. Это и технологии машинного зрения, это и автономные, собственно говоря, сами машины, и это системы искусственного интеллекта и анализа больших данных. Все эти разработки ведет наш R&D-центр. Это большое подразделение, в котором работают и трудятся более 300 сотрудников. Какие направления разработок у нас на сегодняшний день ведутся? Это разработки в сфере телеметрии и межмашинного взаимодействия. Система оперативного сбора показателей работы техники, которая позволяет планировать и анализировать данные, повышая эффективность. Это системы автоуправления парком машин. Это не только системы автовождения, но и системы, которые позволяют управлять целым рядом процессов в машинах, в том числе и траекторией, и скоростью. И также эти интеллектуальные системы позволяют в разы повышать эффективность работы техники. Кроме всего прочего, мы разрабатываем системы автоматизации тех процессов. Это те самые процессы, которые происходят помимо того, как техника едет по полю. Если мы говорим об опрыскивании, то это дозирование, дифференцирование опрыскивания. Это системы для дифференцированного внесения удобрений, семян. Ну и, конечно же, это системы автоматизации технологических процессов основных наших машин. Это зерно- и кормоуборочных комбайнов. Кроме всего прочего, мы думаем о системах безопасности и разрабатываем целый ряд систем для того, чтобы автономные машины не навредили ни себе, ни окружающей среде. Для этого у нас есть целый ряд систем контроля корректности эксплуатации машин, целевого использования и контроля технологического, технического состояния техники. Реализуется целый ряд механизмов для того, чтобы обеспечить стопроцентный уровень безопасности. Ядром нашей экосистемы, экосистемы цифровых продуктов и решений Росельмаш является платформа Агротроник. Агротроник – это место агрегации всей информации. И с недавних пор, из просто системы телеметрии, Агротроник превратился в комплексную систему, которая обеспечивает как входящие, так и исходящие потоки данных. Об этом несколько подробнее расскажу позднее. Ключевые факты о системе Агротроник – это платформа, которая работает на базе веб и мобильного приложения, более 170 различных отслеживаемых параметров и показателей, возможность настройки под различные профили пользователей. И в системе зарегистрировано на сегодняшний день уже почти 7 тысяч единиц техники. Агротроник управляет и контролирует парком машин. Это его первая основная задача. Какие еще задачи мы ставим перед нашей командой разработчиков? Это система, которая уже опробирована и, по сути, фактически реализована в следующем сезоне. Она будет работать в продуктиве. Это система отправки заданий на технику. Автовождение. Этот элемент, как вы знаете, компания Россельмаш освоила. Мы предлагаем в грядущем сезоне целое семейство систем автоуправления сельхозмашинами, а также разрабатываем системы автонастройки машин. Особенно это важно для уборочных машин, когда неправильная настройка может привести к потере значительной части урожая. Также Агротроник у нас отслеживает эффективность парка техники. Можно сравнить работу одной или нескольких, или целой группы машин. Как вы знаете, мы также разработали свою собственную систему маршрутизации движения техники в поле. Эта опция называется RSM роутер. О ней несколько подробнее расскажу позже. Это система уведомления о состоянии машин. RSM Notification или умные уведомления, которые мы уже отправляем пользователям техники Росельмаш, предупреждая их о предстоящем техническом обслуживании или о каких-то критических режимах эксплуатации. Мы интегрированы с 1С и САП. Мы занимаемся предиктивным анализом работы техники. У нас внедрен погодный сервис. В этом году мы освоили информацию с публичных метеостанций. В следующем году мы будем предлагать информацию с собственных погодных станций, которые наши клиенты могут установить в каждом конкретном поле. Ну и, безусловно, конечно, системы контроля и идентификации всех процессов, объектов. Но об этом также расскажу чуть более подробно в презентации. Хотелось бы начать рассказывать о наших новинках, об опциях, которая у нас уже дважды завоевала престижные награды на выставке «Агротехника» в 2019 году и на международной выставке «Агросалон» в этом году. Система РСМ «Ночное видение». Это система, которая позволяет оператору видеть ночью так же хорошо, как днем. Это очень важно, потому как позволяет повысить производительность, к примеру, при проведении опрыскивания либо уборки. И, в общем-то, в течение этого сезона мы проводили промышленную эксплуатацию систем в различных почвоклиматических условиях и убедились в том, что действительно система оправдывает наши надежды и очень нравится нашим клиентам. Следующая система также медалист выставки «Агросалон». Система называется «РСМ Агротроник Пилот 2.0». Это новое поколение системы автовождения, первая в мире гибридная система автовождения на основе технологии РТК и машинного зрения. В чем заключается уникальность этой системы? Она имеет точность благодаря использованию РТК-технологии в 2,5 см, а машинное зрение делает систему зрячей. К примеру, она может останавливаться перед препятствиями. Так как система автоуправления глубоко интегрирована с техникой «Руссельмаш», мы можем управлять не только траекторией движения, но и такими параметрами, как скорость, поднимание, опускание жадкой, а также автоматические развороты, которые есть уже в базовой версии продукта. Мы предлагаем данную систему для машин производства «Руссельмаш», и, собственно говоря, с середины следующего года система будет доступна для всех машин любых производителей. Главное, чтобы была коншина, и машина была в хорошем и справном состоянии. Еще одна система, о которой мне бы хотелось рассказать, это система «Умная метка 1.0». Это беспроводная Bluetooth-метка, которая может быть закреплена на любой сельхозмашине. Я имею в виду прицепное оборудование. И благодаря использованию этой технологии мы можем видеть прицепные агрегаты без дополнительного считывателя. Эта система существенно дешевле, чем аналоги, существующие на рынке, потому как те системы требуют обязательно использования какого-либо считывателя, а также монтаж, ну и связанные с этим неудобства. Здесь метка считывается благодаря устройству и в мобильном приложении «Агротроник» мы сразу видим, когда она используется, сколько по времени. Таким образом мы можем легко рассчитать, рассчитать, к примеру, амортизационные и эксплуатационные затраты по использованию прицепных агрегатов. Ещё одна разработка – это система измерения глубины почвы, RSM Soil Control, или, как мы её по-русски называем, RSM Control глубины. Эта система позволяет контролировать правильность выполнения операций при почвообработке и посеве. Инновационная система построена на беспроводных датчиках, которые позволяют измерять глубину обработки почвы и передавать данные о проведении операции в систему дистанционного мониторинга «Агротроник». В чём заключается преимущество данной системы? Если, к примеру, намеренно или случайно оператор выглубил орудие и производит обработку или посев на глубину меньше, чем необходимо, ну или больше, чем необходимо, система автоматически формирует предупреждение и отправляет его, ну, к примеру, главному инженеру или собственнику предприятия. Это позволяет существенно повлиять на процесс, то есть если у нас, к примеру, неправильно выполняется операция, это прямые убытки в будущем. Здесь же, благодаря использованию систем, мы можем вовремя предотвратить неправильно выполняемую операцию и повлиять положительно на процесс. Ещё одна разработка, система, которая в течение двух лет проходила у нас подготовительные испытания, и на сегодняшний день мы готовы предлагать уже в коммерческих партиях систему картирования урожайности, РСМ-карты урожайности. Опция доступна как для зерна, так и для кормоуборочных комбайнов. Строит она карты, которые можно получить, экспортировать в любом формате и в дальнейшем использовать для составления карт плодородия или карт дифференцированного внесения удобрений. Система полностью сделана на российских компонентах компании Росельмаш, произведена в России, ну и, собственно говоря, имеет достаточно привлекательную стоимость. Ещё одна система, которая проходила в течение двух лет опытную эксплуатацию в различных условиях, в том числе и на белгородских полях, на полях холдинга РусАгро. Система называется РСМ-роутер, система маршрутизации работы машин в поле. При вводе данных на поле, его конфигурации, размеров, загрузки этого файла, а также параметров машин, алгоритм в автоматическом режиме рассчитывает наиболее оптимальный маршрут движения в поле одной машины или группы машин. Это позволяет сформировать карту задания. К слову сказать, РСМ-роутер у нас полностью интегрирован с системой автовождения. И, собственно говоря, таким образом мы можем отправить, сформировать правильное задание, отправить его в систему автоуправления и в автоматическом режиме осуществлять различные операции в поле. Система, к примеру, в уборке не только формирует маршрут, но и предсказывает места потенциальной выгрузки урожая. Это достаточно существенный фактор, как вы понимаете, потому как у нас иногда в полях 15 минут идет уборка до полного бункера, и потом 15 минут мы ждем машину. РСМ-роутер позволяет сократить время ожидания, заранее отправляет точку выгрузки водителю КАМАЗа или оператору машиноперегрузчика. Это сокращает время ожидания, соответственно, повышает производительность при проведении уборочных работ. Еще одна опция, это опция РСМ-фейс-айди. Ну, как вы знаете, сейчас широко распространены, используются в основном системы на основе RFID-карт для идентификации оператора. О недостатках, я думаю, не стоит даже говорить, кроме того, что можно поломать, потерять, забыть карточку. Можно еще и, скажем так, другому человеку ее передать. Здесь с использованием РСМ-фейс-айди это полностью исключается, потому как оператор, который садится в машину, сначала проходит проверку, его лицо после прохождения идентификации закрепляется за ним машина, и мы видим, что именно этот человек находится за рулем той или иной машины. Но здесь, собственно говоря, и функция учетная, и функция контрольная, поэтому мы ожидаем, что данная опция найдет очень широкое применение у наших клиентов, потому как одним из постоянных челленджей была как раз-таки идентификация оператора. Еще одна система, о которой я уже сегодня говорил, это система РСМ-уведомления, уведомления, которые формируются и отправляются одновременно дилеру, клиенту и в компанию Росельмаш о том, что наступает время проведения очередного технического обслуживания. Соответственно, эта информация поступает заранее, за 5-10 моточасов до наступления. Соответственно, у дилера есть возможность подготовиться, подготовить материалы, заблаговременно выехать к клиенту и провести техобслуживание вовремя. Мы заинтересованы также в данной опции, потому что мы понимаем, если вовремя проведены регламентные работы, мы повышаем эффективность использования наших машин и, собственно говоря, срок их службы. Системы автоуправления Росельмаш, их у нас на сегодняшний день несколько. Начали мы разработки еще в 2015 году. Эти разработки велись в направлении машинного зрения и технологии ГНСС, РТК. Мы в прошлом году начали испытывать систему, которая несет в себе сразу и РТК, и машинное зрение, потому как осознали, что именно использование сразу двух систем делает нашу систему более привлекательной и более для клиента и более интересной в эксплуатации. Потому как точность гарантирует РТК, а машинное зрение контролирует, соответственно, внешнюю среду. Если у нас пропадает сигнал, то подключается машинное зрение, при этом все-таки ведущей технологией является РТК, потому как гарантирует более высокую точность. Наши опыты с технологией машинного зрения, к сожалению, показали то, что машинное зрение зачастую не дает точности лучше 20 см, в то время как РТК дает точность 2,5 см и лучше. Поэтому мы и решили использовать сразу две технологии. Агротроник пилот 2.0 это точность 2,5 см, это повышение производительности, это экономия топлива и предотвращение аварийных ситуаций. Соответственно, система формировалась как универсальная, поэтому доступна на сегодняшний день как для комбайнов, так и для тракторов производства Руссельмаш и в самое ближайшее время будет доступна для машин иных производителей. Также хотелось бы сказать, что у нас есть интеграция между нашими системами автоуправления и системой РСМ роутер, можно генерировать различные сценарии работы и уборки в поле. Ну и, собственно говоря, наверное, в завершении несколько слов о конкурентных преимуществах системы РСМ Агротроник пилот 2.0 и 1.0. Обе системы обладают набором данных ключевых преимуществ, которые их выгодно отличают от решений, которые представлены на рынке, начиная от возможности передачи, формирования и передачи задания на технику, ну и заканчивая авторазворотами, подниманием, опусканием, жадки, и все это в базовой комплектации данных опций. про наш безукоризненный сервис 24 на 7 от Калининграда до Владивостока знает вся страна, поэтому здесь как бы останавливаться не буду. Ну, пожалуй, наверное, на этом хочу поблагодарить всех собравшихся у экранов и жду встречи с вами оффлайн. Рост Сельмаш Агротехника профессионалов Агротехника Армур Агротехника Агротехника Агротехника